МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите телеканал Север. Здравствуйте! В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. 50 часов в операционной позади. Маленькая жительница Заполярья Зоя Поликарпова идёт на поправку. В нашем эфире интервью с мамой девочки. Улов 8 тысяч тонн. В Ненецком округе подведены полугодовые итоги промысла. Какой рыбы выловили больше всего? Купаться разрешается? Расскажем об единственном в Заполярье пляже. Соответствует ли место для водных развлечений всем необходимым критериям по обустройству и содержанию? Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Директор учреждения культуры Ненецкого округа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и присвоении денежных средств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства. По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год директор учреждения культуры обеспечил заинтересованному обществу с ограниченной ответственностью заключение контрактов по организации и проведению пиротехнических шоу в Нарьинмаре. При этом получил от директора коммерческой организации через посредника взятку на общую сумму более 630 тысяч рублей. Он же в 2016-2018 годах заключил договоры об оказании услуг со знакомым индивидуальным предпринимателем по техническому обслуживанию оборудования, а также поставку необходимых для создания декораций материалов и купли-продажи необходимых для учреждения товаров, после чего поручил подчинённым сотрудникам произвести оплату согласно товарным накладным, в которых содержалась информация, не соответствующая действительности. При этом часть денежных средств на общую сумму более 450 тысяч рублей присвоил. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу и наложил арест на его имущество на общую сумму более 2 миллионов рублей. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Порядка 8 тысяч тонн водных биологических ресурсов выловили рыбаки Неницкого округа с начала 2019-го. Полугодовые итоги промысла подвели в региональном департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Как сообщили в ведомстве, с января по июнь 2019 года суда Неницкого рыбак-колхозсоюза в акватории Баренцево море и в прибрежной части выловили 7 тысяч 700 тонн рыбы. Большую часть морского промысла составляет треска. Ее улов составил 6300 тонн. Квоты по треске организация освоила на почти 83%. Также ненецкий рыбак-колхозсоюз добывал в море пикшу. Квоты по ней освоены на практически 75%. Объем выловленной пикши составляет 1400 тонн. Вылов данных пород рыб проходит в круглогодичном режиме. Что касается промышленного вылова на внутренних водоемах округа, за полгода составил более 160 тонн. Индивидуальные предприниматели и рыболовецкие колхозы осуществляли вылов на ваге, щуке, рыб сеговых пород и других видов. Рыбаки-любители, по данным глав рыбвода, выловили на двух участках – Чайкино и Городской – в общей сложности полторы тонны рыбы. С 26 июля по 2 августа 2019 года в миграционной службе стартует акция «Российский паспорт за три дня». В ее рамках можно получить не только паспорт в максимально короткий срок, но и пройти государственную дактилоскопическую регистрацию, которая гарантирует гражданину установление личности в случае утери или порчи документов, а также имеет особое значение для людей, страдающих потерей памяти. Все процедуры занимают примерно час вашего времени. Гражданин может подать заявление на обмен паспорта в связи со сменой фамилии, с достижением возраста или при порче паспорта через госуслуги. Подает заявление через госуслуги, через госпортал. Заявление принимается и в течение трех дней назначается. Человек приходит к нам, гражданин, и паспорт в течение часа готов. Добавлю, акция будет действовать с 26 июля по 2 августа. Хорошие новости пришли к нам из Израиля. Нашу землячку, шестилетнюю Зою Поликарпову, врачи перевели в хирургическое отделение. Напомню, в июне этого года у девочки было обнаружено новообразование костей, черепа и лица. В нашей стране эта опухоль малоизучена. Сделать операцию по ее удалению согласились израильские врачи. Тему продолжит Ирина Никешина. В израильской клинике Зоя провела в общей сложности около 50 часов. Перенесла 5 операций. Как показала биопсия, опухоль доброкачественная, но ее размеры огромные, почти с куриное яйцо, что еще раз подтвердило необходимость оперативного вмешательства врачей. Все это время рядом с Зоей находится ее мама Людмила Поликарпова. О том, как себя чувствует девочка и что говорят медики, Людмила рассказала нам прямо из больницы. Зоя все старается полностью. Врачи на сегодняшний день довольны на 100%. Вчера была фотосессия именно для израильского журнала. Они сами хотят сделать публикацию этого случая, потому что очень редкий случай, очень индивидуальный. Такого масштаба они сами не ожидали, что придется провести около 50 часов операционной. В общем-то, прошло 5 операций на сегодняшний день. Зоя уже сама хорошо разговаривает, ходит, кушает. Мы гуляем. Нам даже разрешали из реанимации, когда ее уже вывели из наркоза, но еще как бы в малых дозах ей давали этот препарат. Нам разрешали в кресле выходить гулять. То есть это тоже очень сильно, так сказать, бодрит. И ребенок абсолютно другая обстановка. С нами очень много занимаются. Физиотерапевт на сегодняшний день считает, что его работа выполнена, что все функции жизненно важные, и вплоть до мелкой моторики у нее сохранены. Сейчас она сидит в детской развлекательной комнате, делает поделки. Это одна из неотъемлемых частей для лечения. Так сказать, тоже как свою процедуру. Сейчас вот она сидит делает. Утром она лепила из глины. Сейчас она делает котят. Занимается, в общем, с ней тоже врач. Потом диетологи с нами работают у нас налажено. Потому что 11 дней она не кушала ничего. Она лежала под наркозом. Нам наладили полностью пищеварение. В общем-то, стараются. Врачи стараются, и мы стараемся в ответ, чтобы все это было не впустую, не прошло даром. В ближайший понедельник, 29 июля, Зою планируют выписать из клиники. Но возвращаться в родной город врачи пока не рекомендуют. Мы не можем прямо взять 29-го, выписаться, и 30-го улететь домой. Мы этого точно не можем делать. То есть потребуется в Израиле где-то снимать жилье? Или как вот это вот? Да. На сегодняшний день нам старательно ищут это жилье. Потому что здесь получается, что вот эти примерно где-то 22 дня нам, наверное, надо еще здесь прожить, где-то, наверное, тоже выйдет около 2000 долларов. Нам старательно ищут что-то подешевле, потому что финансово я истощена полностью. Для них важно, чтобы ребенку было комфортно, чтобы у нее не было никаких депрессий. То есть вплоть до того, что нам даже разрешили в реанимации, после того, как ее вывели от наркоза, она захотела мороженое, и нам разрешили принести это мороженое, поесть это мороженое. Лишь бы главное, чтобы у нее не было никаких депрессивных состояний. Нужны положительные эмоции. В общем-то, да, она молодец, она нравится, она вообще изо всех сил старается. Доктор очень сильно наслаждает о том, чтобы мы остались здесь, чтобы мы в ближайшее время не летели, потому что все-таки операция была на головной мозг, ну, чтобы не было черепно-мозгового давления. На 19 августа назначена последняя консультация у лор-врача. То есть примерно где-то числа 20-го мы, возможно, вылетим с Израиля августа. Напомню, чтобы собрать необходимую сумму на лечение дочери, семье Людмилы и Сергея Поликарповых пришлось взять кредит, а также начать распродавать имущество. Но и этого оказалось недостаточно. На сегодняшний день стоимость лечения достигла порядка 137 тысяч долларов. Оплату необходимо внести до 29 июля. Помочь семье собрать необходимую сумму для оплаты лечения и реабилитации Зои может каждый, сделав перевод на карты Сбербанка, привязанные к номерам мобильных телефонов, которые вы видите на своих экранах. Семья Зои Поликарповой выражает огромную благодарность и признательность всем неравнодушным жителям Ненецкого округа и других регионов, которые поддержали их в трудную минуту не только финансово, но и морально. Переводы были, очень много народу помогло. Не знаю, не будь хоть одного из людей, который нам помог, пазл бы не сложился на самом деле. Очень много людей помогло, очень много людей морально, очень много писала. Всю ночь с 4 на 5 люди писали, люди не спали вместе со мной. То есть я как бы понимала, что я не одна. Ирина Никешина, Владимир Детятев, Телеканал «Север». Развивающий детский лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья в поселке Искателей завершает свою работу. Он стал первым и пока единственным в нашем регионе. В течение месяца ребята не только весело проводили время, но и трудились. Организовать досуг удалось за счет президентского гранта, который выиграла региональная общественная организация «Особое детство в Ненецком округе». Живопись, аппликации, игры на музыкальных инструментах, упражнения в зале и многое другое. Впервые в округе дети с особенностями здоровья могли весело и с пользой провести каникулы. Проект «Развивающий лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья ЯСАМ» получил грантовую поддержку порядка 400 тысяч рублей. Эти средства были выделены на покупку расходного инвентаря, питание детей и оплату труда пяти сотрудников. В этом году мы выиграли президентский грант, на средства которого мы организовали этот лагерь. Мы деточек кормим, мы с ними занимаемся, мы с ними ходим, гуляем и при этом очень много всяких интерактивных новшеств, которые в нашем регионе, скажем, не используют. Например, вот такие инструменты, как харт, мы применяем. Музыкальные занятия в лагере – одни из самых популярных среди детей. Вот эти два инструмента, они создают потрясающие вибрационные волны, которые воздействуют на коров головного мозга и помогают детям развивать речевые центры. Смена лагеря длится месяц. Ребята приходят утром и до обеда занимаются со специалистами – инструкторами по адаптивной физкультуре, творчеству и развитию мелкой моторики, социальным реабилитологам, логопедам, ханк-терапевтам и арт-терапевтам. В работе лагеря также участвуют общественные организации округа. Например, «Русский дом» проводит различные мастер-классы и знакомит детей с историей русской культуры. Сегодня мы разговаривали о славянских поясах. Мы сделали небольшие, маленькие, что-то похожее на поясок. Я показала им принцип, как они делаются. Детки сплели небольшие образцы для себя, которые можно использовать. Разные фантазии. Кто-то уже придумал, как ошейник для собаки сделать. Как на руку. Как фенечки или как они там, браслетики такие. Вот, соответственно, дети. То есть они уже тоже начали мыслить. Для подростков летний трудовой лагерь – идеальный вариант заработать к началу нового учебного года. Василий Медников подрабатывает на каникулах уже третий год подряд. В этом году трудовые будни подросток совмещал с культурной программой, организованной региональной общественной организацией «Особое детство». Я работаю в трудовом лагере. И когда у нас проводятся всякие мероприятия, как сейчас мастер-класс проводился, мы также, как работники, обязаны в нем участвовать, поскольку это также входит в наши обязанности. То есть, как только оканчивается мероприятие, мы обычно продолжаем также работать, что делали раньше. В этом году посещать лагерь смогли 10 детей с особенностями здоровья от 5 до 12 лет, а также трудовой отряд. По словам организаторов, желающих было намного больше. Поэтому положительный опыт планируется повторить следующим летом. Только уже не в одну смену, а в три. В Ненецком округе стартовала благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Жители Заполярья могут помочь малышам и их родителям из малообеспеченных семей подготовиться к 1 сентября. Пункт сбора организован на базе комплексного центра социального обслуживания населения. До 30 августа сюда можно принести новые рюкзаки, пеналы, тетради, дневники и другие необходимые канцелярские товары. Школьные принадлежности будут распределены между нуждающимися. Всю необходимую информацию можно узнать по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Лето в самом разгаре. Будет ли востребован пляж в нырьянуаре в этом сезоне, время покажет. Метеорологи обещают уже в ближайшие выходные резкое ухудшение погоды. Тем не менее, единственный официально открытый в Ненецком округе пляж есть, и он соответствует всем необходимым критериям по обустройству и содержанию. Каким, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Для того, чтобы оборудовать пляж, необходимо получить от Роспотребнадзора санэпидзаключение на соответствие санитарным правилам и условиям безопасного использования водоема. Места как для купания, так и для отдыха должны быть обустроены. А именно, предусмотрены ограждения, урны, контейнеры для сбора бытовых отходов, спасательная вышка. Должна быть проведена очистка почвенной территории, дна и поверхности водоема. И это не всё. После открытия пляжа должен вестись мониторинг качества воды по санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям, а также мониторинг почвы. Управлением Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу в летний период проводится мониторинг качества воды. Проводится он в 11 мониторинговых точках, таких как река Печора в районе Бондарки, в районе Сму, в районе бывшей санитарно-лесной школы, в районе речного порта. Проверяются озера. Это Гидроозеро, Комсомольское озеро и Качгартинское озеро. При этом было выявлено, что вода не соответствует по качеству, по санитарно-химическим показателям. Но это не значит, что купаться категорически запрещено. Сейчас проверенные водоёмы не соответствуют по санитарно-химическому показателям. А именно, присутствует перманганатная окисляемость и зафиксировано повышение железа. По словам специалистов, итог экспертизы не страшен. Это особенность нашего региона. Категорический запрет на купание наступает в том случае, если вода не соответствует по всем показателям. Поэтому оборудовать пляж никто не запрещает. К слову, муниципальный район в этом году уже занялся проблемой его отсутствия. Есть пляж, нет пляжа. Холодно, тепло, но наши люди закалённые. Купаться они хотят. Лето хотят тоже почувствовать. Поэтому всё-таки мы запланировали эту работу. В этом году провели торги. В мае месяце было шесть участников. Кстати, очень востребованная оказалась такая услуга. Много работы подготовительной было проведено. Это и завоз дополнительного песка, это и очистка территории, это очистка дна водолазами, это установка кабинки, туалеты. Есть даже здесь чистая питьевая вода в кулере. Поэтому пляж оборудован для отдыха наших северян. Добавлю, пляж работает с 10 утра и до 6 вечера без выходных. Закрытие намечено на 15 августа. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok